Итак, дорогие друзья, сегодня я предлагаю поговорить про такой смартфон, как Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G. Это версия 4G. И что я могу сказать про эту версию? И что я могу сказать про эту версию? Это последний вагон уходящего поезда, в который производитель пытается засунуть этот смартфон со своим ценовым предложением. И, в общем-то, брать этот смартфон можно только по очень большой скидке. За 13 тысяч, даже за 12 тысяч, его нет смысла брать. Здесь неплохой дизайн. Опять же, очень небольшие рамки, минимальные в этой прям ценовой категории. Если бы это была реальная цена, тысяч в районе 10, это было бы классно. За 13 тысяч есть аппараты, которые умеют больше и могут предложить самому покупателю намного более интересные характеристики. И вырез под фронтальную камеру вполне аккуратно оформлен. Здесь такие у нас большие кругляши. Надпись 200 Мп. И всё, казалось бы, неплохо. Но Helio G99, этот процессор, который мы привыкли видеть, в ценовой категории, где-то так долларов 170-180 до 200 долларов. Может быть, с очень большой натяжкой до 250 долларов. И то ещё, когда этот процессор выходил, года полтора-два назад, может быть, какой-то аппарат до 250 долларов, там, с AMOLED-экраном. Можно было как-то это простить. Какой-нибудь опыта, там, Motorola, какие-то вот интересные модели. Потому что сами смартфоны Xiaomi на подобном процессоре, там, Helio G95, G96, G99. Например, на вскидку у нас Redmi Note 10S. Был на Helio G95. Так он в версии 628 стоил где-то 5,5-6-6,5 тысяч гривен. Он без акций до 7 тысяч стоил. Здесь нам предлагают, ну, чуть количество памяти увеличили, 8,256, предлагают 13-й заплатить. Да, инфляция, рост курса доллара, но и аппарат уже не настолько свежо. Дело в том, что смотрится. Android 13-й аппарат вышел в декабре 2023 года. Можно было бы Android 14-й вполне сюда поставить. В перспективе он, конечно, может обновиться, но из коробки хотелось бы видеть что-то более новое. Но и дело в том, что Helio G99, я думаю, что Android 15-й здесь не светит. Либо сюда сделают какую-то очень упрощённую сборку, либо вообще её ставить не будут. Потому что процессор выходил этот во времена ещё у Android 11-го. Но не будут его 10 лет натягивать на глобус. Уже просто не смешно. Уже есть серия Dimensity. Это процессор из технологии 5G. Там практически любой Dimensity будет быстрее. Это Helio G99. Это, говорю, какое-то издевательство. За 13 тысяч люди могли бы его приобрести, если бы он стоил дешевле. По какому принципу? У человека есть какой-нибудь Redmi Note 7, 8, 9. Аппарат и даже не прошка. Человек думает, вот я там продам свой смартфон, доплачу какое-то количество денег. Вот я Xiaomi знаю, Xiaomi люблю. Там есть какие-то глюки, есть там встроенная реклама. Ну, всё можно пережить. Можно там что-то отключить. Вот куплю себе аппарат. Более новый, более интересный. Буду пользоваться. Да, дизайн свежий. Есть некоторые функции такие интересные. Всё-таки чуть-чуть более современный Android. Это всё-таки не 10, а 13. Камера 200 Мп. При очень хорошем освещении. Можно при определённых условиях получить эту обещанную детализацию. Но штатно, в базовом режиме она снимает 12 Мп. Можно там ночной режим. Попытаться поколдовать какие-то про настройки. Можно с этой камеры вытянуть. Что-то неплохое. Но 200 Мп это маркетинг. Если вы будете постоянно снимать 200 Мп, у вас просто не хватит памяти. И чтобы весь потенциал этого файла раскрыть, нужно заливать на Google Диск, на файлообменники, передавать файлами через Telegram. Просто если вы всё в сети снимете, никаких 200 ваших Мп, там и 2 Мп, дай бог, чтоб осталось. Ультраширик 8 Мп. Wi-Fi, Bluetooth, сканер отпечатка, боку тут стереозвук. Power Delivery 67 Вт, зарядка. Хорошая комплектация, быстрый блочок, питание идёт. В общем-то всё неплохо, всё привычно. Всё то, что мы привыкли видеть. Был, например, Redmi Note 10 Pro. Он на своё время, это уже было 2-2,5 года назад, он стоил до 10 тысяч. И это же было ещё когда-когда. И там был, извините, Snapdragon 732G, который в некоторых моментах и получше этого Helio G99. Там запись видео 4К была у Snapdragon 820, 830, 732G. Там графика Adreno 619. Там идёт 4К запись. И, в общем-то, за свои деньги, тогда можно было где-то за 9 даже взять. Тут нам предлагают даже в серой поставке, где-то его там по низу рынка. Вот мы по цене сейчас отсортируем. Ну, практически за 12 тысяч. Я этот смартфон могу рекомендовать только в том случае, если будут какие-то распродажи ближе к весне, или к днющатого вазелина, или ещё каким-то праздникам. И то я не думаю, что он будет слишком дешёвый. Я думаю, что реально меньше где-то 10500 его отдавать не будут. Может, даже 11 тысяч. Ну, за эти деньги он бессмысленный. Что можно взять? И у нас есть Motorola Edge 40 Neo. Здесь, конечно, экран вот такой, ваттердроп, водопад, закруглённые края. Экран прям на боковые грани заходит. Это очень такой прям практически около-плагманский дизайн. Характеристики, конечно, средненькие. Здесь 6,5 дюйма. AMOLED 144 Гц. Android 13. Dimensity 7030. Он процентов на 30 быстрее, чем Helio G99. Камера у нас 50 мегапикселей. Основной модуль. Ну, это такие честные, обычные мегапиксели. 13 мегапикселей ультраширик. Есть у нас камера отпечатка в экране. 68 Вт даже быстрая зарядка. Фронталка на 32 мегапикселя. Классный дизайн. Всё прикольно. Стоит тех же 13 тысяч. Это аппарат, который, ну, хотя бы чуть-чуть, не сказать, что это флагман, но всё-таки он чуть-чуть выше. По своим характеристикам и по своему позиционированию. Бренд Motorola с нынешними технологиями, со всеми туда вливаниями средств денег. Он не особо уступает к Xiaomi по каким-то инновациям. Да, здесь нету каких-то суперкрутых флагманов, кроме там Motorola Syncfone, который там с компанией Lenovo. Но Motorola и компания Lenovo это одно и то же. Брендом Motorola владеет компания Lenovo. Но, тем не менее, Lenovo очень недешёвые ноутбуки и не первый год делают. Соответственно, делать они умеют. Там экран сделать, качественную сборку, там договориться с Intel, там договориться с кем-нибудь Qualcomm. Они вполне это могут. Модули связать, Wi-Fi, Bluetooth. Это всё можно поставить. Оно всё продаётся на рынке комплектующих. Ту же память можно у Samsung внутреннюю взять. И оперативку, и модули камеры. Это всё уже не первый год делается. Потому вполне можно брать, если интересен такой дизайн. Если интересен дизайн попроще, можно ограничиться и просто взять G54. Можно взять G84. G84 также неплох. И, в общем-то, в своей штатной работе, ничем не хуже, чем вот этот Xiaomi Redmi Note Pro 4G. Так здесь даже 5G есть, потому что 695 стоит. Ну, здесь зарядка единственное, что 30 Вт. Абсолютно неплохой смартфон. За 9,5 Вт можно взять. Если хочется сэкономить, есть Realme 11 4G. Здесь даже чуть-чуть меньше маркетинга. Единственное, что вот эту вот шайбу сюда прилепили. Типа, как крутая камера и чуть-чуть нижний подбородок. Великоват, большеват. Но здесь у нас Super AMOLED. Тот же Helio G99. Память 8,256. 108 Мп. У нас основной модуль. Тут интересная фишка, что у них есть гибридный зум. Который, в общем-то, неплохо позволяет приближать. При хранении детализации это все реально работающая технология. Хорошая вылизанная у них прошивка. Все вполне неплохо себе сделано. OPPO, Realme, OnePlus. Пользовательский интерфейс. Все эти технологии здесь присутствуют. Зарядка здесь даже более быстрая. Сейчас мы зайдем и посмотрим на сайте. Все это можно перепроверить. Helio G99. Традиционно есть NFC. Зарядка 67 Вт. Отличие у нас Realme 11 от 10. Тем, что прокачали чуть-чуть камеры. Вы поставили зарядку вместо 33 Вт. Поставили уже 67 Вт. Итого в Realme 11 у нас зарядка 67 Вт. Просто здесь опечатка. Тоже неплохой смартфон. Он стоит 9 тысяч в некоторых магазинах. Вообще за 8 можно взять. Есть еще вариант даже более дешевый. Infinix Note 30. Не сказать, что супер свежий аппарат. Уже 9 месяцев на рынке. Но здесь стоит Android 13. Достаточно простая здесь пользовательская оболочка. Даже не такая перегруженная, как MIUI. Helio G99 8256. Что, в общем-то, свойственно для этой ценовой категории. Цена 7 тысяч. 7-7,5. Когда-то я его критиковал. Он около 80. Сейчас он подешевел. До сих пор продается. Камера здесь средняя. Да, здесь нет каких-то маркетинговых. Там 100-500 мегапикселей. Но 64 мегапикселя тоже вполне неплохо. И подписчики несколько раз уточняли, просили это упоминать. Что в Infinix и Tecno камера в недорогих моделях вполне себе на уровне. Она не так сильно мылит, как в дешевых Xiaomi. И вполне неплохо даже ночной режим работает. И 45 ватт быстрая зарядка. Что также неплохо. И того, что мы имеем. Есть Infinix Note A30 с Helio G99, который стоит своих денег. Есть Realme 11 4G. Есть Motorola G54, G84. Есть Redmi Note 13 Pro 4G, который где-то продается, наверное, в параллельной вселенной. Его там покупают, как горячие пирожки. Потому что, в моем понимании, Xiaomi всегда брали. За счет невысокой цены. Как правило, цена была полтора раза ниже, чем у Samsung, у Motorola. И Realme еще пару лет назад не так был распространенный. Но Redmi Note серия, начиная где-то даже с 4-го, 5-го, это всегда были очень неплохие, сбалансированные качественные смартфоны за копейки. Топ за свои деньги. И это не топ за свои деньги. Это, если не провал, то очень такое сомнительное решение. Просто попытка втюхать смартфон на устарелом железе. Ну, что мы можем на сегодня подытожить. То, что Xiaomi делает аппараты неплохого качества, но и цена, соответственно, также подросла. И комплектация у них неплохая, и все. Но они за это берут деньги. Если раньше они прям и пленочку клеили, и чехол, и там, и зарядку, и все суперклассно. И была цена ниже конкурентов. Теперь цена такая же, как у конкурентов. А через несколько лет, возможно, и зарядку перестанут ложить. А какой смартфон понравился вам, вы, как всегда, можете написать в комментариях. Всем пока.